Мы немножко выбиваемся из регламента в связи с задержкой начала сессии, поэтому я постараюсь свой доклад сократить. Я думаю, что многие из вас знают, что в апреле этого года увидела свет новая классификация Всемирной организации здравоохранения опухолей и мочи половой системы. За два месяца до этого в American Journal of Surgical Pathology были опубликованы результаты согласительной конференции Международного общества уропатологов, которая состоялась аж в 2014 году, в ноябре месяце. И именно те соглашения, которые были достигнуты на этой конференции в Чикаго, легли в основу новой вводовской классификации в том, что касается градирования рака предстательной железы. Мы, я думаю, опустим любую вводу, поэтому перейдем прямо к консенсусу. Спорные вопросы оставались о том, как градировать криброзные железы, криброзный паттерн, потому что изначально в оригинальной статье Глисона крупный криброз относился к грейду ТИ. Но, как показала практика, как показал опыт, что пациенты, у которых выявляются эти структуры, они имеют менее благоприятный прогноз. И поэтому на последней конференции, и что отражено в вводовской классификации, любые криброзные структуры, вне зависимости от их размера и регулярности, относятся к паттерну 4. То есть это, в том числе, так называемый крупный криброз. Если вы обратите внимание, нерегулярные железы и просветы желез неправильных размеров. Это тоже уже паттерн 4. Это мелкие криброзы с плохо сформированными просветами. Это криброзные структуры разного размера могут быть в одном участке. И так называемые плохо сформированные железы, когда мы видим участки с неотчетливыми просветами или нечетко поляризованными клетками вокруг просвета желез. В том числе и в отдельных железах. Не обязательно это криброзные структуры. И сливающиеся железы, так называемые, между собой. Кроме того, спорный вопрос был о гламиролуидной структуре, которые формируются зачастую в аденокарциномах и цинарных предстательной железы. Тоже длительное время ученые дискутировали. Крупные криброзные структуры, как и здесь представлены на слайде, сразу относили к криброзным и к четвертому паттерну, когда уже стали об этом задумываться. Но более мелкие криброзные структуры, которые часто ассоциированы с тубулярными железами, характерными для паттерна 3, не знали, куда относить. И консенсуса между учеными не было очень длительное время, но на сегодняшний день, и это узаконено в возрастной классификации, любые гламиролуидные структуры, вне зависимости от их размера, также считаются четвертым паттерном. Но при этом ветвящиеся железы, трубчатые железы, ветвящиеся железы и единичные плохо сформированные железы с неотчетливым просветом среди структур тубулярных, характерных для третьего паттерна, не являются достаточными для установки четвертого паттерна, так как, вероятнее всего, это лишь горбушка железы, то есть это железа, которая не попала полностью в срез, и это не должно приводить к гиперстадированию. И, конечно, очень много уделено внимания паттерну 4, думаю, все знают, что к пятому паттерну относятся солидные структуры, солидные поля, комедонекрозы, но также относятся мелкие солидные трубочки сейчас. Их нельзя назвать трубочками, потому что у них нет просвета отчетливо сформированного, даже несмотря на то, что бывает в окулизации цитоплазмы. Тем не менее солидные цилиндры, как их называют в консенсусе и в классификации, должны быть отнесены к паттерну 5. И сам Эпстейн говорит о том, что в своих работах, что на сегодняшний день существует гиподиагностика пятого паттерна, особенно на материалах трепанобиопсии предстательной железы, потому что патологу, опять же, психологически тяжело повысить грейд пациенту, потому что это устоявшийся принцип в нашей среде, что в любой ситуации, когда у тебя есть сомнения, ты должен трактовать их в пользу пациента. В данной ситуации, как и во многих других, пользой пациента является меньшая сумма баллов по глисону, поэтому нам тяжело поставить пятерку, которая относится, помимо солидных полей, цепочки, отдельные клетки и вот теперь небольшие солидные цилиндры, как здесь, например. Также в этой классификации прописано отдельно четко, и консенсус обратил на это внимание, что в любых ситуациях, когда мы сталкиваемся с деформацией материала, будь то биопсия или операционный материал большой, и у нас в связи с деформацией возникают сложности, как интерпретировать то, что мы видим как град-4 или как град-3, то мы опять же тут должны исходить из соображений пользы для пациента, то есть не гиперстадировать и в данной ситуации, скажем, поставить паттерн 3. Кроме того, консенсус обратил внимание на градирование муцинозных карцином предстательной железы, которые встречаются довольно редко, и в предыдущих работах считалось, что это априори паттерн 4, то есть если мы видим муцинозную карциному, то мы априори ставим паттерн 4 плюс 4, 8 баллов по глисону. По современным рекомендациям, и большинство специалистов согласились с этим утверждением, муцинозная карцинома должна градироваться так же, как ацинарная, то есть по тем структурам, которые мы видим, вне зависимости от наличия или отсутствия продукции слизи. Вот, собственно, я вам привела те пункты, по которым проходило голосование в Чикаго. В основном они касались паттернов 4 их определения, то есть это крибрифорные, сливающиеся, плохо сформированные железы, это гламиролоидные структуры. Кроме того, консенсус исключил из оборота термин гипернифроидный рак. И ветвящиеся железы относительно паттерна 3, мелкие солидные цилиндры относительно паттерна 5 и так далее. То есть вы видите, что степень согласия специалистов, которые собрались на эту согласительную конференцию, очень высока. То есть единственный вопрос, который вызвал неоднозначную реакцию, это как трактовать отдельные дискретные железы, которые характерны для паттерна 3 при наличии некрозов, характерных для паттерна 5. То есть здесь нет согласия по этому вопросу, и он не включен в классификацию. И вот, собственно, как изменилась схема градации аденокарцином предстательной железы оценарных со времен глисона, с его оригинальной схемы, до сегодняшнего дня, до классификации 2016 года. При этом мы тут плавно перейдем, собственно, к теме моего доклада. На сегодняшний день минимальная сумма баллов по глисону, которую мы можем встретить в заключениях патологов по всему миру, это 6. 6 баллов. То есть мы не можем встретить 5 баллов, то есть 2 плюс 3, 4 балла. Хотя минимальная сумма, если отталкиваться от того, о чем говорил глисон, это 2 балла. То есть это градация от 2 до 10 баллов, но при этом сейчас в литературе и в практике мы встречаемся с минимальной градацией 6 баллов. Это, безусловно, вводит в заблуждение пациентов, потому что когда врач-онколог говорит пациенту, что у вас 6 баллов из 10, то пациент понимает, что у него нечто среднее. Хотя на самом деле клинически это индолентная карцинома. И сейчас очень развивается идея о том, что рак предстательной железы не является однородным по своей структуре, и что высоко дифференцированные опухоли, которые имеют градацию 6 по глисону, являются индолентными. И более того, они не требуют в большинстве случаев активного вмешательства никакого, ни хирургического, ни лучевого, ни других каких-то методов лечения. То есть они требуют лишь активного наблюдения. Таким образом, получается, что и в умах пациентов, и в умах специалистов, которые, может быть, не столь эрудированы именно конкретно этой области патологии, возникает заблуждение о том, каков будет потенциал локачественности этой опухоли. Собственно, эта ситуация привела к тому, что была предложена новая, скажем так, как система градации аденокарцинома предстательной железы, которая, собственно, из себя ничего нового не представляет. Всего лишь была перегруппирована та популяция, которую мы имеем, и разделена, стратифицирована по прогнозу. Но эта система показала себя очень эффективной. То есть таким образом, на сегодняшний день мы имеем 5 прогностических групп. Фактически это прогностические группы, а не гистологически разные опухоли. То есть это, безусловно, спектр опухолей, но это непосредственно отражение морфологии на прогнозе. Таким образом, группа 1 – это глисон скор 6 и меньше, который мы не встречаем. Это только индивидуальные, дискретные, отдельные, хорошо сформированные с отчетливыми просветами железы. И эта группа пациентов имеет очень хороший прогноз и, как я уже сказала, в большинстве случаев не требует активного вмешательства в их судьбу. Конечно, очень большие споры вызывают вот эти две группы, потому что раньше сумма метабаллов одинаковая, как вы все видите. Но при этом эти две группы имеют очень разный прогноз по тому, какой паттерн преобладает. И не сразу обратили на это внимание, но постепенно клинические данные накапливались. И это, собственно, привело к тому, что эти две группы разделили, они разделяются очень хорошо. Группа 4 и группа 5 – это, конечно, низкодифференцированные опухоли, которые имеют плохой прогноз. И вот, собственно, картинка, которая это иллюстрирует. Патологи, конечно, не привыкли смотреть такие картинки, хотя наша жизнь такова, что мы должны это делать, потому что это то, к чему приводит наша работа. И вы видите, насколько хорошо разделяются кривые выживаемости у пациентов, стратифицированных по этой системе, на эти условно новые группы. Таким образом, чтобы как-то подытожить, на сегодняшний день, грубо говоря, мы оперируем тремя паттернами гистологическими в нашей работе. Это паттерн 3, который представляет из себя отдельные, хорошо сформированные железы совершенно различного размера. Они могут быть крупными или мелкими. Главное условие, чтобы был хорошо сформированный просвет железы. При этом допустимо ветвление желез. И допустимые среди этих групп дискретных желез отдельные, так называемые, плохо сформированные железы с неотчетливыми просветами, которые, вероятнее всего, являются просто неперпендикулярным срезом к железе. Это паттерн 4, который на сегодняшний день включает в себя все криброзные структуры любого размера, любой степени вариабельности решетчатых структур. Это гламиролоидные структуры, плохо сформированные железы с неотчетливыми просветами, и сливающиеся между собой железы. И паттерн 5, который все так же включает в себя солидные поля, отдельно расположенные клетки и тяжи клеток, комедонекрозы и мелкие солидные цилиндры. И на сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в наших заключениях, помимо суммы баллов по глисону, мы также должны указать группу прогностическую по глисону. Спасибо за внимание. Спасибо, очень интересный доклад. Коллеги, вопросы? Нет вопросов, да? Спасибо.